Так, ждем. Запись пошла. Итак, дорогие друзья, добрый день, уважаемые друзья, партнеры, гости холдинга Glorion и те, кто находится здесь, в нашем обучающем центре холдинга, в Академии Бодрости Glorion на улице Индренцевской в городе Новосибирске на нашем любимом 13 этаже. Ну и, конечно же, те, кто находится в других городах и странах, кто будет смотреть нас в записи, доброго дня, радостного дня. Мне вот нравится последнее время от слова «ра», да, солнце, радостного дня. И сейчас такой период идет, совершенно недавно был день летнего солнцестояния, самые длинные дни, самые короткие ночи. И у нас очень многие любят заниматься здесь астрологией. И, конечно же, знают, что там до 26-го числа там коридор хороший идет. Поэтому мы в прекрасное время здесь собрались с вами, здесь и сейчас. Я благодарю тех, кто издалека приехал в Новосибирской области, кто с соседней улицы подошел, с левого берега, с правого берега нашего прекрасного полуторамиллионного города. И я хочу всех поздравить с праздником, потому что сегодня, завтра наш славный город, столица Сибири, город Новосибирск, отмечает юбилей 130 лет рождения города Новосибирска. И в этом месте тоже давайте виртуальные друг другу подарим и реальные, горячие, теплые аплодисменты. Но то, что я родился в этом городе, и многие здесь тоже присутствующие являются патриотами своего любимого города, но мы еще и вдвойне патриоты, потому что в 2000 году, в январе месяце, в городе Новосибирске родился уникальный интерсетевой холдинг «Глорион», и который уже более 23 лет занимается разработкой такого необходимого продукта для здоровья, для красоты, для гигиены, и не только для сибиряков и россиян, но и для всего мира. И на сегодняшний день о нашей продукции знают далеко за пределами нашей родины. И это очень почетно, интересно. И смотрите, вот я с 2005 года уже тоже более 18 лет занимаюсь тем, что изучаю, тем, что потребляю продукт, тем, что рассказываю об этом людям. И за эти годы я очень много и посетил научных конференций, врачебных конференций, конференций нашего научного отдела, разговаривал с разными специалистами. И вы знаете, есть много мнений насчет традиционного, нетрадиционного лечения, насчет фитотерапии и химиотерапии, скажем так, фармтерапии. И здесь, сегодня на нашей встрече мы с вами будем рассуждать. Я по специальности не врач, не медик, хотя родился в медицинской семье с молодости, занимался изучением различных трав, то есть мне было это всегда как-то интересно. И в нашей семье, в общем-то, фарм препаратов был, ну, самый-самый, что не называется, минимум. И так вот где-то интуитивно, где-то. Но с другой стороны, смотрите, вот что меня еще подтолкнуло заниматься вот изучением разных аспектов, влияющих на наше здоровье, на долголетие и так далее. То, что отец очень рано у меня ушел из жизни, да, обширный инфаркт, он работал на военном предприятии, очень там были тяжелые, как говорится, плановые эти мероприятия всякие и так далее, в 48 лет его не стало. Вот, и, соответственно, есть же у нас понимание генетики там, да, то есть вот эти моменты подтолкнули меня к более глубокому разностороннему изучению всяких, значит, средств и природных, в первую очередь, средств для поддержания здоровья. Я не представился, зовут меня Дмитрий, фамилия Шмелев, я профи-эксперт холдинга Glorion. И сегодня мы с вами поговорим о сердечно-сосудистой системе, нашей, наверное, основной системе, которая, значит, позволяет нам быть активными, она не отдыхает ни одной секунды, представляете, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, 130 лет должна работать, да. И один ученый говорил, значит, если человек умирает раньше 130 лет, то это насильственная смерть. То есть многие органы у нас рассчитаны на более продолжительный срок, имеют такую прочность, запас, вот. Но разные факторы так или иначе вот укорачивают нашу жизнь, и мы будем сейчас разбираться вот именно с сердечно-сосудистой системой, что происходит, какие бывают факторы. И я включу, конечно, слайды, мы будем рассматривать разные природные препараты, рекомендации. То есть мы, холдинг Glorion и именно вот Академия бодрости Glorion за такой комплексный подход, за всестороннее изучение с разных ракурсов, с разных сторон, с разных мнений. И поэтому давайте вместе разбираться, прежде чем я включу слайды, я сейчас подготовленный слайд в студию здесь внесу. И скажите, напишите, как его видно, как его видно. И мы сейчас с вами вместе это поразбираемся. Так, с юбилеем, любимый город, пишут, видно или нет. Давайте мы в чате будем. Так, и присутствующим здесь видно, и в камере все это видно. Вот, несколько лет назад я вспомнил, что я учился в школе, я хорошо учился в школе, да, ну, два высших еще образования имею, вот, но все равно как-то математику мы забываем, физику там и химию, то есть что где-то вот отложилось на полочках. Но сейчас мы немножко вернемся в школу и поговорим о физике. И вот когда-то, я говорю, несколько лет назад, один очень известный специалист, врач, да, вот подтолкнул меня к такой теории рассмотреть нашу сердечно-сосудистую систему, и в первую очередь сосудистую систему, вот, с точки зрения физики, теория движения жидкости по трубам. И давайте подсказывайте здесь вместе, вот, кто может помнит, как этот закон назывался, да, то есть Куазеля, вот я не буду вас долго мучить, это в 18 веке разрабатывали. Конечно, можно взять и современный справочник, там, сантехника посмотреть, сейчас очень много коттеджей кто-то строит, ну, высокоэтажное строительство, вот у нас небоскребы в Новосибирске растут и растут. И, представляете, давление, вот, если сравнивать давление в трубах, на 25 этаже, и там, к примеру, на первом этаже должно быть одинаковое в кранах, да, и трубы, там, диаметр труб должен быть определенный, да, чтобы он был, выдерживал давление. Конечно, раньше, в старые времена, вот у нас еще в Новосибирске можно встретить водонапорные башни, помните, такие были, значит, да, и вот у нас даже район на левом берегу в районе метро Карла Маркста называется башня, там вот она до сих пор стоит, это башня водонапорная, и если помните, там, да, что на высоте, по-моему, 10 метров, значит, давление будет одна атмосфера, да, то есть 10 метров примерно равно одной атмосфере. Вот, но времена эти ушли, когда, вот, понятно, что для пятиэтажного дома надо было построить там 15-этажную примерно 15 метров, вернее, для пятиэтажного дома, если там этаж высотой 3 метра, соответственно, надо было водонапорную башню там построить 15 метров, ну и так далее. Сейчас используются насосы, да, соответственно, что является нашим насосом, если мы будем, вот, теорию движения по трубам с равниной сердечно-сосудистой системой, то есть наш насос – это сердце, и сердце рассчитано на постоянную работу, у него есть определенный запас прочности, запас выносливости, и из чего состоит сердце, мы сейчас не будем углубляться, там, клапана различные, там, то есть это мышцы, по идее, да, то есть это мышцы, так или иначе, значит, это все из клетки, значит, состоят. И этот насос качает, качает постоянно, значит, по нашим трубам. И, собственно, вот если рассмотреть все задачи сердечно-сосудистой системы, да, то есть они в первую очередь, ну, может быть, сказать, самый такой грозный фактор – это давление, артериальное давление, согласны со мной, да? И из чего складывается давление? Значит, понятно, что наш мотор вынужден работать с повышенной нагрузкой, соответственно, у него ресурс меньше становится, да, дальше. Вот, ну, давайте, какие характеристики у труб есть, да, длина, длина трубы, вот если рассчитать давление, давление с рождения и до смерти должно быть какое? Подсказывайте, пишите в чате. 120 на 80, говорят, как у космонавтов, да, 120 на 80. Соответственно, все в нашем теле рассчитано. То есть длина труб где-то к 24, к 25 годам мы вырастаем, соответственно, складывается у нас определенная длина труб, сейчас мы этих рассмотрим, длина сосудистого русла. Соответственно, у этих сосудов есть радиус, диаметр определенный, есть крупные, да, артерии, есть мелкие вообще капилляры там, но тоже об этом сейчас рассмотрим. То есть вот в этой формуле, в этой теории, в законе движения жидкости по трубам, чтобы все было, значит, как положено, 120 на 80, вот все вот эти характеристики определенные, радиус, диаметр, длина русла. Ну, что у нас есть еще? Постоянные такие коэффициенты, как объем циркулимой крови, да, наверное, понятно, что есть кровопотеря, есть, да, понятно. И есть частота сосудистых сокращений, но это уже зависит к сердцу, да. Вот, есть такое понятие вязкость крови, да, соответственно, понимаем, вязкость, смотря по нашим трубам, какая жидкость течет. Я вот всегда вот сравниваю, здесь у нас много аромаспециалистов, кто-то вот сейчас проходит обучение, много ароматренеров, и мы сработаем с маслами, вот вязкость, да, вот капаешь, там, цитрусовые лимоны, это прям льется-льется, а взять там пачуля, любимое наше денежное масло, или там амирис вообще какой вязкий и тягучий, да. Соответственно, вот эта вязкость крови тоже, соответственно, играет. То есть наша задачка понять, что влияет на давление. То есть наш организм настолько умный, что он посылает нам сигналы, сигналы, что нужно из пункта А, то есть из сердца, до пункта Б, ВГД, КЛМН, то есть до каждого нашего органа, до каждой клеточки, будь то это кость даже, да, будь то это, не знаю, там, любой-любой орган, надо донести кровь с кислородом, с этим, со всеми полезными микроэлементами, витаминами и так далее. Поэтому очень важную роль играет прочность, наверное, труб, согласитесь, да, как в наших домах может что-то проржаветь от давления, лопнуть, да, и так далее. Соседа затопить, мне здесь подсказывают, бывает, да, такое. Так вот, эластичность, эластичность, чтобы себя не затопить, мы должны понимать, что в нашей формуле эластичность тоже играет важную роль. И прежде чем, вот когда мы возвращаемся к началу нашего разговора, что-то где-то там давленица чуть-чуть скаканула, холестерин чуть-чуть поднялся, есть традиционная какая-то сразу таблетку, на тебе таблетку, одну четвертую. Так было и со мной лет, уже 20, более 20 лет назад, да, когда у меня впервые начало скакать давление, там 145, допустим. Я пришел к знакомому врачу, уважаемую терапевту, но она мне сразу, Дмитрий Николаевич говорит, пожалуйста, вот ЭНАП по одной четвертой. Ну, почитав аннотацию, там знаете же, как у фармпрепарата, вот полезности столько, да, одна, а противопоказаний, побочных эффектов вот столько, да. Дальше, ну, один из таких веских, потенция, к примеру, да, для мужчин это же важно, например, в противопоказаниях, в побочных эффектах там прочитал, поговорил с гипертониками, они говорят, ну, а как, говорит, вот мы привыкли сначала по одной четвертой, потом по половиночке, потом года через четыре, через пять, по одной, по две, и так горсть к 70-80 годам набирается уже целая горсть разных фармпрепаратов. А, да, а знания, вот скажем так, по природным средствам, мы понимаем, что очень травы действуют разносторонне, с положительным эффектом на разные органы и системы. Итак, я сейчас давайте включу все-таки слайды. Если вы все со мной согласны, пишите, высказывайте свои мнения, можете поднимать руки сегодня, очень хочется слышать ваши истории. Так, что-то поделиться, отмена. Так, и истории здесь присутствующих, готовьте по этой тематике, по этой теме, и мы будем сегодня, конечно же, с вами находить пути решения, как тема заявлена, сердечно-сосудистая система, всесторонняя поддержка с разных сторон, восстановление, защита, и мы сегодня, кто будет до конца, во-первых, у нас дегустация уже готова здесь наших божественных фито-чаев, и здесь есть препараты, значит, для замера давления, у нас будет и тестирование различное сегодня. Сегодня мы с разных сторон комплексно так подойдем к этой теме. Итак, что мы с вами проговорили. Сердечно-сосудистая система – это система жизнедеятельности организма, обеспечивающая движение крови по сосудам, что необходимо для функционирования тканей и органов, получающих в стоке крови питательные вещества и кислород. И в систему сердечно-сосудистую входит сердце и, собственно, сосуды, все наши сосуды. А сколько их, друзья, посмотрим на слайд, мама родная, да? В среднем в теле человека от 100 до 160 миллиардов сосудов. Миллиардов сосудов. Так, я вот эту не буду, ладно, пока убирать. Дальше. Длина, длина, общая длина нашей сосудистого русла составляет около 100 тысяч километров. Представляете, как эту систему всю нужно содержать, в каком это хозяйство нужно порядки содержать, чтобы она 130-140 лет служила верой и правдой, не давала течи, не затапливала, ну и не производила каких-то катастроф. Друзья, сосуды, конечно, они имеют, как мы с вами сказали, радиус, диаметр, эластичность, да? И что на это влияет? То есть, если давление соскакануло, надо все-таки сначала в первую очередь разобраться, что послужило причиной, правильно? И вот я встречал, опять же, очень много в литературе, значит, в научной литературе, видео профессоров различных в беседе с нашими врачами, с руководителями научных отделов, значит, теории много, что влияет. И вот ярких таких семь причин, может быть, у нашего давления. И давайте посмотрим, и сразу я буду параллельно говорить те продукты, которые могут так или иначе помочь, вот уже на начальном этапе особенно. Ну, начальный этап я вот где-то рассматриваю до 150, до 160. Я точно знаю за мои 18 лет очень много историй, когда без таблеток, ну, люди живут комфортно и снижают, выходят на нормальные показатели давления артериального только на природных фитопрепаратах, меняя образ жизни, меняя питание, меняя водный режим и так далее. Итак, давайте посмотрим семь таких основных факторов, вот которые были выявлены учеными, и это есть очень много литературы по этому поводу, можете потом лично обратиться. Я дам ссылки, дам определенную информацию по этой теме. Но сейчас мы пробежимся по этим семи факторам, на которые мы с вами можем повлиять здесь и сейчас, прямо с сегодняшнего дня. И не дожидаясь похода к кардиологу, к доктору, к терапевту там или другому узкому специалисту. Итак, первый фактор, какой? Кстати, вы можете тоже подсказывать ваши какие-то, я хотел, да, опрос провести, но я думаю, вы уже подготовленная аудитория, здесь у нас гостей мало, в основном уже консультанты ресурсного состояния, поэтому на первом месте, конечно же, ожирение. Ожирение – это бич. Что происходит? Смотрите, ожирение. Если вспоминать, мы сейчас будем возвращаться так или иначе к нашему первому слайду, который был на флипчарте нарисован. То есть задано, мы выросли в 25 лет, определенная форма у нас, определенное телосложение, соответственно, определенная длина сосудов есть. Если человек растет, животик, там, значит, ляшечки, там и другие части тела укрупняются, значит, до каждой клеточки нужно что? Чтобы сосудик дошел, донес, то есть длина, L, показатель, длина сосудов увеличивается. А если увеличивается, по форме пуазеля, соответственно, надо увеличить давление, чтобы протолкнуть нашу кровь из пункта А в пункт Б. Согласны со мной? Значит, какое решение? Значит, нужно, и не зря это многие люди делают, не только ради красоты, в первую очередь, все-таки считается это ради здоровья, это борьба с ожирением, с лишним весом. Соответственно, есть ожирение двух типов, да, ну, таких в основном. Либо из-за неправильного питания, чаще это бывает, ну, бывает эндокринное. Эндокринное – это уже тяжело, конечно, лечиться, и очень так это надо специалистам обращаться, к эндокринологам и так далее. Здесь мы эту тему сильно не будем затрагивать, затрагивать, хотя у нас есть прекрасный препарат Марина Плюс, Марина Плюс, фукус мелкопузырчатый, вот он здесь у меня представлен, глубоководная водоросль. И я знаю, что многие применяют и в комплексном, значит, лечении заболевания щитовидной железы, ну и так же, как один из препаратов для сжигания жировой массы там и так далее. Есть фитонабор, йодонорм там и так далее. Но это вот такая узкая часть, процент ожирения, которые связаны с эндокринными нарушениями. Здесь все-таки больше консультация специалистов, узких специалистов, наших специалистов, очень важна. И, кстати, на сайте есть тоже и тесты по этому поводу. Вот, ну а ожирение связано с неправильным питанием. Здесь, ребята, у нас вообще столько специалистов, столько разных диет. Но мы с вами определенно знаем, что у нас есть функциональное питание. G-Shape Light, наш любимый продукт, мой один из любимых продуктов. Вот он здесь тоже у нас представлен. Соответственно, мы сейчас не будем на этом заострять внимание. То есть есть питание, есть правила питания, есть продукты для правильного питания, функционального питания. Соответственно, решение за вами, быть или не быть, питаться правильно, не питаться, поддаваться сахарному наркозу, сладостям, булочкам, либо нет. Ну, как говорится, здесь выбор каждого, определенной зависимости. Итак, идем дальше. Вторая причина. Вторая причина, зачастую, тоже не все об этом знают, но бывает почечная причина. Почечная причина давления. И здесь, вот я очень давно запомнил, самый главный показатель, это низкий этот, господи, показатель давления. Если у вас низкий показатель давления, нижний показатель давления, выше 90, 90 и выше, уже ищите задачу в почках. Ну, много, сейчас тоже останавливаться не буду, как это происходит. То есть, воспалительные процессы, воспалительные процессы давят на сосуды, соответственно, радиус диаметра уменьшается, и происходит что? При уменьшении радиусу диаметра, опять же, нужно более высокое давление, чтобы протолкнуть нашу жидкость, нашу кровь, до, опять же, нужного пункта назначения. Соответственно, друзья, обратите внимание, у кого нижний показатель артериального давления, 90 и выше, сразу обращаем внимание, в аптеку бодрости Glorion, что у нас для этого есть. Конечно же, проверенный годами монопродукт Gore-Tex, корень гортензии, который ощелачивает, делает нейтральную такую среду, благоприятную для полезных всяких бактерий и так далее, и убивает там всякие вирусы, и ненужные, скажем так, ингредиенты в мочеполовой среде нашей, и помогает более эффективно работать, таким травам, которые входят уже в фиточай посейдон, почечный чай посейдон, как толокнянка и брусника. Очень многие знают, у кого есть хронические разные, иты, пилонефриты, циститы и так далее, так далее. Значит, соответственно, толокнянку и бруснику можно пить йодрами, но если при этом не добавить Gore-Tex, эффект будет значительно ниже и меньше. И забегая вперед, мы с вами рассмотрим в конце очень привлекательное предложение июня месяца, куда именно входит Gore-Tex. Если вы с нами будете до конца сегодняшней встречи, вы получите очень интересное предложение, очень выгодное предложение, действующее до конца июня. Ну и здесь стоит отметить наш новый продукт. Это новинка марта месяца, когда у нас появился Target Detox. Помните, там у нас появился почечный продукт Renactive. Renactive. Куда входит и гортензия, и толокнянка, и тычинки-пестики, кукурузные там и так далее. Богатейший состав для наших ваших почек. Соответственно, ребята, ну, можно помочь справляться с давлением, регулярно употребляя фито-чаи и фито-капсулы для почек. Идем дальше, друзья. Если посмотреть с точки зрения восточной медицины, всякие у нас есть специалисты. Вот, очень люблю общаться на эту тему с Любовь Шаболиной, прекрасным доктором из Белокуриха. Если она с нами, привет передаю. Город-курорт Белокуриха. Да, она очень много знает по восточной медицине, все эти точки и так далее. Так вот, традиционные, ну, не все... Я не хочу, я очень уважительно ко всем людям отношусь, и к врачам особенности, к медицинским работникам. Но не все имеют время изучать какие-то вот эти моменты тонкости из разных европейских школ, там, восточной медицины. Так вот, по восточной медицине дисконезия желчного пузыря, хронический холецистит тоже очень сказывается, в первую очередь, на вязкости крови, там, да, на артериальном нашем давлении. И, соответственно, когда мы принимаем продукты для печени, для желчного пузыря, да, а в первую очередь, это что у нас? Наш любимый гепатахолан, индол-актив, да, из новой серии Дип Клинз Утро, да, правильно? Для печени у нас Дип Клинз Утро и Старгит Детокса. Конечно же, эти препараты, казалось бы, травы, эти комплексы, эти фитосалаты, потому что, да, вот гортекс, мы сказали, монопродукт, но большинство все-таки у нас состав, подобранный таким способом, научным отделом, что вот этот эффект синергизма играет очень-очень большую роль. И, казалось бы, да, вот если говорить о теории заговора против БАДов, нельзя большое количество вот трав в большом количестве в процентном, да, в БАДах выпускать. Поэтому научные отделы, наш научный отдел работает вот над формулой, формулой того или иного продукта, когда закладывается 5, 10, 15 растительных компонентов, корни, листья, плоды, которые переработаны специальным вакуумным вихревым измельчением и так далее. И поэтому происходит такой выраженный классный лечебный эффект, когда оказывается, я бы сказал, терапевтический эффект, лечебный результат от применения того или иного нашего фитокомплекса. Поэтому, так, это что такое? Так, 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 а свет отключили, может быть, нет? А давайте проверим, она слышно, не слышно? А там, посмотрите, есть связь у нас? Так, может что-то, ноутбук, наверное, был не включен. Ай, да, 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 да. Так, может ноутбук, питание кончилось? Да нет, здесь есть питание. На самом интересном месте. Так, подождите, может это только этот монитор? Так, сейчас мы проверим. Сейчас мы все сравним, сейчас мы все проверим. Так, что-то Лена у нас произошло, там отключилась, не пойму что. Вроде все есть, питание есть. Вроде все есть, питание есть. Продолжение следует... 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 Да? Продолжай. Ну, это как на подводной лодке, вы знаете, ребята, там вот не видно же ни звезд, нет, ориентироваться будем, значит, по вашим эмоциям, вот. А зайти, да, надо как-то, если б я дал спикерство, слушайте, меня даже видно, понимаете? Только монитора не видно, даже меня видно, а я кино там хотел показать, елки, отзывы, ну ладно. Итак, друзья, про стресс, значит, стресс убираем из жизни разными способами, высыпаемся, спим, фитокорректоры используем, которые, значит, помогают нашей нервной системе. Вот нейродетокс, очень много уже результатов прекрасных, когда, значит, чистится нейродетокс, да, чистка нервной системы, питание нервной системы за счет конопляного масла и фуллеренов. Это шикарный продукт. Я уже третью банку вот с февраля пью по одной капсуле утром. Но это тоже мы поговорим сегодня, как это все совмещать, да. Так, про стресс, что еще может быть? Понятно, что это может быть плохая поза, неправильная подушка там. То есть, и здесь мы переходим еще к одной возможности влияния на артериальное давление, это шейный хондроз. Шейный хондроз, опять же, там очень есть сзади там важные, да, у нас артерии, сосуды, сосуды, которые от неправильного, значит, в первую очередь положения головы, когда большая, пуховая или какая там еще подушка, здесь нужно на это в первую очередь обращать внимание. Ну и, соответственно, вот у меня тоже эта задача есть, шейного хондроза. Из-за работы с мышкой я очень много на компьютере раньше работал, монтировал, то есть было у меня такое хобби. Я с собой беру видеокамеру целыми сутками с видеокамеры ходил, то есть неудобные позы, стирание межпозвонковых дисков. То есть шейный хондроз – это давление, в первую очередь, внутричерепное, то есть голова, голова, наш мозг, он дает сигналы там во все тело. Ну, короче, наша система работает, то есть дает сигнал, что давление повышается. Что мы, как мы можем при шейном хондрозе? Конечно же, чай-ахилл – наша любимая суставная формула, надо накормить вот эти межпозвонковые диски, надо… Ну и остеофорт, да. Про остеофорт – это тоже относительно недавно у нас появился этот продукт удивительный, который, значит, содержит в себе большое количество кремния. Кремния из экстрата бамбука. И вот по поводу кремния здесь у нас очень много мы говорим в последнее время. И, кстати, про водно-питьевой режим, когда мы говорим, тоже желательно с кремнием какие-то. Кто-то шунгиты использует, кто-то в нашу воду с кремнием. Кремния играет очень большую роль. И, в первую очередь, про сердечно-сосудистую систему, если говорить. Когда у нас недостаток кремния в организме, а этому очень мало внимания многие уделяют, тогда происходит его замена в сосудах кальцием. То есть организм так устроен, что он берет кальций из крови, в смысле не из крови, из костей наших. И что происходит? То есть кальций заменяет кремния, если кремния не хватает, кальцинируются наши сосуды. И, опять же, мы говорим об эластичности. Они становятся, что у нас, хрупкими, не такими эластичными. Если вдруг прыгает, значит, скачет давление, они не так эластично работают. И, соответственно, может произойти беда. Утечка. Утечка, да. И, соответственно, друзья, то есть вот продукты с кремнием не зря. Вот раньше мы очень много говорили про хвощ полевой, и у нас присутствует. Это наш один из любимых ингредиентов, которые входят и в почечный чай хвощ полевой, и в суставной, и антигипертонический, и так далее. То есть хвощ полевой тоже очень много содержит природного кремния. Там на слайдах у меня есть, конечно, и продукты питания, которые с кремнием. То есть тоже наши рекомендации по питаниям. Но вот слайды пока не могу переключать. Вырубилась тут наша система. А, друзья, ну вот поступило предложение. Пятисекундный перерыв. Сейчас мы перезагрузим и продолжим с вами. А пока мы попьем чай, будем дегустировать чай из Кулаб сегодня. Ну все, сейчас не уходите, перезагрузимся. Так день города, потому что праздник. Так, и запись даже не остановили. Так, а что нам пишут? Все нормально? Да не. Да на почечном. Все видно, все видно и слышно сейчас. Все хорошо. Продолжаем. Мы продолжаем, друзья. И снова мы в эфире, так что подключайтесь, заходите. Итак, мы с вами проговорили про шейный, про стресс. Друзья, про вязкость крови. Про вязкость крови вот в нашей формуле, а это очень важную роль играет. И вы помните, кто проходил гемосканирование, вот это наглядная диагностика по живой капле крови, когда все это видно. Но что влияет на вязкость крови? В первую очередь, это неправильный питьевой режим. Вот я сейчас стараюсь пить воду здесь. Ну, на столах не у всех вижу. Вот у одного вижу, у Натальи бутылочку, у остальных кофе, там еще какие-то другие напитки. Это не счетово. Я имею в виду чай обыкновенный, кофе, лечебные чаи тоже, в принципе. Вот, но водный режим. Но еще, друзья, что, что? Ну, еще на вязкость крови влияет, конечно, исправная работа нашего желудочно-кишечного тракта. Потому что все усвоение жидкости там происходит. Соответственно, если у нас паразиты, соседи нежелательные, соответственно, все это влияет на вязкость крови. И если мы говорим о причинах артериального давления, это бывает повышенная вязкость крови, связанная с наличием наших соседей паразитов, нарушения желудочно-кишечного тракта. Соответственно, какие наши помощники? Наш хит номер один – гельмостоп. Наш любимый мой чай – дионис, стоп гастрит. Соответственно, геракл. Ну и полностью новая трехступенчатая система – таргет детокс, где мы начинаем с удаления паразитов, грибов, помощи желудку первая ступень. Вторая ступень, вернее, да, печень, почки, желудок первая ступень. Вторая ступень – тяжелые металлы, метаморины, значит, грибы, паразиты все удаляем и заселяем полезную микрофлору. Кстати, я сейчас на третьем этапе вот уже заканчиваю. Бионорм утром-вечером и утром биофайбер. Видите, я много говорю утром, утром, утром. В конце поговорим, как это сейчас все это утро происходит и как это все упаковать в одну практически капсулу. Это наш новый продукт. Я его прямо сегодня о нем отдельно еще хотел сказать. Итак, друзья, подошли к основному, который говорят в первую очередь, ну, все, там, кого спрашиваешь, значит, атеросклероз. Да, причина нашего, вашего высокого давления, атеросклероз, конечно, это вот диаметр, радиус наших сосудов. Когда повышенный холестерин, значит, вот это все откладывается там и уменьшается диаметр. Соответственно, здесь мы говорим, что очень важную роль играют антиоксиданты. И вот знаете, такую вещь интересную, тоже я помню, несколько лет назад прочитал, что у нас разные видны свободных радикалов. Их, по-моему, там что-то около семи, то есть, может, даже больше еще не все изучены. И на каждый вид своих радикалов свои антиоксиданты. И вы не верьте, если там услышите где-то в компании, в какой-то, вот у нас тут, значит, открыли такой антиоксидант, от всех радикалов все очищает, освобождает, удаляет и так далее. Не верьте. То есть, ученые говорят, что на каждый вид свободного радикала свои антиоксиданты. Поэтому, что у нас в ассортименте? Конечно, проверенный годами любимый Витаком. Там целый комплекс антиоксидантов. Витамин Е, значит, лецитин и так далее. Дальше. Витаспектр С очень мною любимый. И я все вот рекомендую, это в свое время тоже кардиологи научили, что витамин С, то, что заявлено Всемирной Организацией Здравоохранения, вот это рекомендуемая суточная дозировка. Сколько вы знаете, вот официально? Сколько? Пишите, сколько. 60 миллиграмм. Ну, это такая микроскопическая доза. То есть, вот все мои авторитетные, значит, профессоры, специалисты говорят, ну, минимум грамм надо вообще в сутки. Особенно, если там человек стрессует, особенно, если человек курит, кофе пьет там, ну и так далее, так далее, так далее. Ежесуточно, витаспектр С утром и вечером по одной капсуле. Я не говорю про сезон заболевания, вирусов там и так далее, когда мы дозировку увеличиваем. Вот, дальше, конечно же, Катриоэл, Кардомега, и мы подходим вот к нашей такой любимой программе, о которой мы вот в конце поговорим, уже конкретные сердечно-сосудистые, в смысле программы наши, подобранные холдингом Глорион, именно по тематике сердечно-сосудистой системы. Итак, давайте мы немножко задержались, продвигаемся дальше по нашим слайдам, а вы пока готовьте истории вот по продукту. Правильное питание, что вот, какое питание нужно для здоровья сердечно-сосудистой системы? Основа рациона – это продукты, которые богаты легкоусвояемыми белками, сложными углеводами и полиненасыщенными жирными кислотами. Соответственно, рекомендую там большое количество жирной рыбы есть, которая содержит амиго-3 рыбий жир, регулярно употреблять вот эти жирные сорта. Но вы можете себе позволить каждую неделю или каждый день через день покупать там семгу или хотя бы даже киту какую-нибудь, нерку там. Это очень дорогостоящее, я уже не говорю про красную икру. И, конечно же, в нашем питании присутствует, мы уже сказали, К-3 ойл. Вот по одной капсуле утром, одной капсуле вечером, баночку, 60 капсул хватает на месяц, и у вас рыбный день не только в четверг, а каждый день рыбный день. И ваше питание, ваша сердечно-сосудистая система получает все полиненасыщенные жирные кислоты и другие важные микроэлементы. Итак, микроэлементы, значит, аскорбиновые кислоты, про питание мы дальше говорим, лук, чеснок, виноград, сладкий перец, ягоды. Сейчас черная смородина уже, жимолость уже пошла, я уже пробовал, да? Вот, а? Уже почти отошла, а птицы помогли. Соответственно, друзья, все это мы едим, витамины, микроэлементы, все эти получаем из продуктов питания. Но высоко концентрированные, специально обработанные, добавляем биологически активные добавки. Обязательно, без вариантов. Вот я тут хотел такой опрос провести по питанию. Смотрите, какой продукт полезнее? Давайте быстро отвечаем. Что, где, когда проводим? Миндаль или сыр, что полезнее? Правильно, вы не подсматривайте туда. Вы чуть-чуть не подсматривайте на слайд. Да, миндаль, в нем есть магний, который, значит, расслабляет стетки сосудов. Авокадо или лосось, что полезнее? Лосось, правильно, в нем есть полинасищенные жирные кислоты, вот эти все как раз. Дальше, подсолнечное масло или яйца, что полезнее? Яйца. Говорят, подсолнечное масло, в нем есть витамин Е, который помогает сохранить стенки сосудов эластичными. Я сейчас говорю с точки зрения сердечно-сосудистой системы. У нас есть другие масла, и мы сейчас поговорим, которые мы масла любим. Это такой опросник для зожников просто по питанию. Дальше, что лучше, банан или курага? Все хором правильно, курага, в ней много калия. Отруби или бобы? Отруби, в нем клетчатка, которая выводит холестерин из организма. И мы сегодня говорили, биофайбер – один из важных продуктов наших, который помогает нам снизить холестерин. И если он чуть-чуть поднялся, не надо бежать за статинами сразу, как вам рекомендуют. Примите отруби, биофайбер и другие продукты для снижения холестерина. Поменяйте питание. Что полезнее, киви или яблоко? Киви, в нем много витамина С. Тунец или фундук, что лучше? Тунец, рыба, тунец или фундук? Фундук. Правильно, фундук. Он содержит калий, кальций, действует на стенки сосудов и сладкую мускулатуру сердца. Дальше мы говорили уже про целебную силу воды. Но есть разные теории. Там 300 миллилитров на килограмм веса. Ну, говорят, что это может быть и не так совсем. Но 15 миллиграмм точно надо выпить. Вот воды, именно чистой воды, все, значит, выпили по глотку. Маленькими глотками. Значит, теплую воду с утра 1-2 стакана. Японцы говорят по 5 стаканов. Вот у них есть курс, протокол японского лечения артериального давления. 5 стаканов теплой воды с утра. 70% стараемся выпить в первую очередь в первую половину дня. Вечером пьем. Что пьем вечером? Чай. Гипноз. Чай из кулап. Желательно. Дальше двигаемся. Значит, движение – это жизнь. Обязательно мы говорим, ребята, двигаться. Здесь у нас есть любители скандинавской ходьбы, любители йоги, любители, значит, поприседать просто хотя бы, да, просто походить. По бульварам, по улицам, по лесам, порыться в земле. Но это не то немножко. И вот смотрите, здесь такой пример. Вот видите, не зря здесь зубные наши щетки и зубные пасты родонта любимые обозначены. Например, когда чистим зубы утром, вечером, надо стоять на носочках хотя бы двигаться, понимаете? Чистим зубы и поднимаемся на носочках. Это тоже зарядочка хорошая. К примеру, на кухне, да, гладим белье на носочках, двигаемся и так далее. Качаем. Представляете, нам надо кровь из пятки, значит, опять в мотор вернуть, помочь сердцу. То есть, а то потом начинается что, варикоза, там все, о чем мы сегодня с вами говорили. Это все сердечно-сосудистая система, друзья. Боремся с этим. Для этого у нас есть тестирование. Опять же, в комплексный наш подход к бодрости, к активности входит диагностика, тестирование. В прошлую субботу Лена Хамитская прекрасную тему развернула про наш генетический тест «Маджи Пауэр». И многие даже сделали, врачи вот присутствовали здесь у нас, сразу же тут же сделали здесь, сейчас кто-то заказал генетический тест. Здесь очень удобно, в домашних условиях заказывайте, в любую точку, значит, придет материал, который для забора биологического вот этого материала слюны. Все там инструкция есть, пожалуйста. Индивидуальные тесты, онлайн-тесты на сайте, видите, здесь они есть в печатном варианте. Я хотел протестировать в прямом эфире, но не будем, время сэкономим, наверное. Но кто хочет индивидуально, мы с помощью нашей Академии бодрости, пожалуйста, онлайн можем протестировать. Вот эти карточки, которые вы видите, есть они вживую, есть это. То есть с наборами, с нашими идут тесты, которые мы можем дать людям проверить, в первую очередь, грозит ли тебе внезапная проблема с сердцем. Я хотел обратить внимание на этот тест. И тест, который говорит, грозит ли тебе проблема с давлением. То есть это те конкретные тесты, в первую очередь, по нашей теме сегодняшней. Дальше. И магодиагностика гемосканирования, мы говорили. Про вязкость крови в прямом эфире, можете посмотреть по живой крови гемосканирование. Немножко забыли. Этот у нас микроскоп есть, пожалуйста, можно наблюдать. Можно раз в год, раз в полгода. У меня есть разные партнеры, которые посещают и магодиагностику, проходят и магодиагностику. Итак, друзья, мы с вами подошли к нашим конкретно продуктам по тематике. И я просто хочу сейчас показать, какие есть комплексы, соответственно, и какое есть предложение текущего месяца июня, чтобы вы выбрали для себя, для своих родных, для своих близких. В первую очередь, моя любимая программа «Кардинорм», куда входят «Кардомега» и «Формула К». Значит, избавляет и от спазма сосудов, и помогает при головной боли, защищает и от стресса, от возрастных изменений. Соответственно, цена, видим, да, две банки по 60 капсул каждой, две утром, две вечером, и всего 3480, и «Кардинорм» сохранит здоровье сердца и сосудов. Вот, «Формула К», которая входит в этот фитонабор, содержит в первую очередь колострум, да, это богатый иммуноглобулином G, большие антиоксиданты классные, такие, как экстракт кацеролы, экстракт чеснока, кверцетин. Конечно, очень много мы говорим о расфератроле, это из винограда, черного винограда, вещество, которое тоже очень мощно, хорошо помогает бороться со свободными радикалами. И группа витаминов В для нервной системы. Соответственно, наш препарат, фитосалат «Формула К» может в ближайшее время пропасть с наших полок, пока еще есть в наличии, я рекомендую запастись. Очень много историй по «Формуле К», когда люди даже уходили от некоторых операций, ну, выходили в такой спокойный режим жизни, то есть без операционного вмешательства. Ну, я думаю, истории еще будут. Дальше, второй продукт, который форит на набор, наша любимая «Кард Омега Плюс». Это тоже многокомпонентный такой классный продукт, содержащий один из популярных антиоксидантов, но я еще раз говорю, нет универсального антиоксиданта, есть разные, которые работают на разные радикалы. Соответственно, здесь астоксантин, вот этот популярный из морских продуктов антиоксидан, да, шикарный работает в паре с омегой-3, представленной, значит, льняным маслом и из жира холодноводных северных рыб. Дальше, для питания сердечной системы, для энергии сердца, коэнзим-Ко-10, но также другие антиоксиданты, как рутин там, лавитол, гасперидин, ну и так далее. Друзья, движемся дальше. В наборе в аптеке «Бодрости» есть фитокомплекс, тоже очень популярный, он так и называется «Гипертония Стоп», в которую входит «Кардомега», о которой мы только что говорили подробно, и «Чай из Кулаб», про который мы тоже уже говорили, когда рассматривали систему борьбы со стрессом, он как и для снижения давления, как и для успокоения очень хороший, потому что в его составе очень любимые мною продукты, травы, вернее, травы, которые решают много-много задач, и самое главное, не имеют ни одного отрицательного побочного эффекта эти травы. И смотрите, «Чай из Кулаб» в каких случаях показан и гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и шимическая болезнь сердца, при бессоннице, систематическое повышение артериального давления при нервных стрессах, при климаксе, вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, нарушение ритма сердца, нестабильное психоэмоциональное состояние, уникальный чай из Кулаб и уникальный состав, казалось бы, известные плоды боярышника, настойку боярышника все помнят, у некоторых на огороде растет, но можно его настоять на спирту, выпить, но в паре, например, с плодами черноплодной рябины, здесь он содружит, дальше с листьями мяты перечной, как я уже говорил, хвощ полевой, богатый кремнием, ну и, конечно, трава пустырника, вот я в свое время, ну, был, видно, так, уставший организм, я днем как-то выпивал из Кулаб, когда я говорил, что давление у меня начало скакать, но я решил отказаться от таблеток и вот начал использовать, я днем выпиваю, вечером еду за рулем, ну, вроде как, вот был день такой напряженный, вот прям засыпаю, ладно, там ночью бывает, на длинные расстояния, а вот от пустырника, вот так на меня пустырник действует, поэтому, вот я говорил, вечером пьем уже не воду на ночь, а гипноз, эскулаб тоже нормализует, хорошо помогает сон. И, друзья, если у вас есть большие задачи, конечно, мы говорим в первую очередь о профилактике, но наши программы помогают и при серьезных заболеваниях, это в помощь идет, мы не отменяем лекарства, не отменяем назначение врача, каждый сам праве решать, что ему делать, как ему поступать, мы никого не грузим, решение за вами, но есть прекрасная большая программа кардиобаланс, и мы знаем, что она помогла очень тоже многим нашим партнерам и клиентам, и здесь вот, о чем мы говорили, видите, входят и Гортекс, и Брейнтон, кстати, про Брейнтон я сегодня, вот про свой любимый Брейнтон, немножко не сказал, тут перебой у нас был, когда с электричеством, да, Брейнтон, это для головного мозга, это вообще продукт номер один, гинго-билоба, готу-кола, это шикарный, шикарный продукт для сосудов, в первую очередь микроциркуляции кровотока вот в головном мозге, это и зрение, это и память, это и давление внутри черепное, ну и так далее. Дальше, друзья, я как обещал, у нас с вами, значит, есть предложение июня, предложение уникальное, потому что набор таких прекрасных продуктов, как Cardomega Plus 2 штуки, Гортекс для почек корень гортензии и чай из Кулаб в наборе можно взять со скидкой в 20%, до 3 июля успевайте, я скажу отдельно, что это не всем право такое дано, только участникам интереснейшей бизнес-олимпиады Glorion, и кто смотрит наши гости сегодня, вы спросите у партнеров, да, есть скидка 4% всем, 4%, а вот более 20% только участникам, но стать участником легко и быстро, купить билет, получить за это дополнительные все эти выгоды, возможности, начиная от общения в эксклюзивном чате, заканчивая обучением, и много-много материалов от наших, если говорить в первую очередь сейчас о продуктах здоровья в нашем чате, от наших врачей и консультантов ресурсного состояния. Такое количество сообщений для разных целевых аудиторий, для мужчин, для студентов, для деловых женщин и мужчин, для любителей пожариться на солнышке, для любителей поработать в садах и в огородах, кому только не нужен, скажите, кому не нужен этот продукт, он нужен всем. Активное лето, сердечная достаточность, вот это название еще меня вдохновляет, сердечная достаточность, взяв набор сегодня, вы будете практически на все лето обеспечены поддержкой сердечно-сосудистой системы, о которой мы сегодня так с вами говорили. И прежде чем закончить, перейти еще к одной защите сердечно-сосудистой системы, я хотел все-таки попросить несколько историй. Пожалуйста, быстренько, кто истории по сердечно-сосудистой, по продуктам, которые вот мы перечислили во всех семи факторах, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы. Кто первый? Так, Лес Рук, но я пока тогда, наверное, видео буду включать, что ли. Так, сейчас, вот мне понравился отзыв, отзыв наших партнеров из Кузбасса. И я сейчас, внимание на экран, давайте, пока вы собираетесь. Приветствую, друзья, записываю сегодня видео-отзыв нашей уважаемой тетушки, которой 76 лет, и она гипертоник со стажем о кардомеге. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, я много лет научилась высоким давлением, особенно давлением у меня поднимается после часа ночи. И я попробовала пить одну капсулу картиоила и две капсулы кардомеги. И когда утром я просыпаюсь, меряю давлением, оно у меня 124-120. Это вообще для меня прогресс. Я закончу и выключу слайд. Видите, история, да? Так, сейчас. Так, 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 сейчас, подожди, слайд. Так, сейчас, все. Подожди, так. А, вот, слайд. Что? Давление? Так, Лена, да? Ага. И здесь история из зала. Встречаем, Елена Хамитская. Здравствуйте, дорогие друзья! Дима, спасибо большое за такой подробный, очень интересный и понятный материал о диаметрах труб. Там вот я слушала очень внимательно. Хочу рассказать историю, так, вот про эту формулу. Ну, формула К, ребята, она... Дело в том, что на сайте она завершается, да? Вот я сейчас приду, сделаю заказ и не знаю, на следующий раз будет ли она. К сожалению, так происходит. Но вот это уникальный продукт. В чем его особенность? Сердечно-сосудистая система – это в том числе маленькие капилляры, которые у нас везде, вот, ну, в конечностях есть, да? И у меня по молодости была такая ситуация – холодные руки и холодные ноги, как у лягушки. Это как раз нарушение микроциркуляции. И в тот момент, когда появились вот эти добавки формулы К, я ее себе заказала, потому что я знала, что у меня как бы предрасположенность к высокому давлению, у меня бабушка с гипертоник, да, со стажем, скажем так. Вот, и просто, ну, как бы почитала, состав хороший, особых у меня проблем не было еще тогда. Но через некоторое время я обратила, я пила ле, там, потому что обычно летом проблемы с сердцем возникают. Вот, я выпила там 60 капсул, по 2 капсулы в день я принимала, на месяц мне хватило. Ну, и как бы я ничего особо не заметила. Заметила последующие результаты. Осенью у меня руки перестали мерзнуть, то есть летом я этого не ощущала, тепло да тепло, да. А вот осенью руки не мерзнут, ноги не мерзнут. И представляете, это сохранилось до сих пор. Это настолько мощно очищает сосуды, укрепляет эти сосуды, да, что даже вот микроциркуляция восстановилась. Вот, пока есть на сайте, заказывайте. Спасибо, спасибо большое, Елена. Действительно, наши фитокорректоры пролонгированное действие имеют. И вот, что чаи, что капсулы. Еще встречаем историю. Марина Сулетицкая. Спасибо всем, Дмитрий. Отлично, отлично. Мы сегодня вообще говорим о сердце. О сердце, это без сердца никуда. У меня будут две коротких истории. У меня один партнер, женщина, она... Ей нужно было срочно операцию на сердце. Понимаете? Операцию на сердце. Там серьезные были изменения. Но ей не могли ее сделать, потому что у нее был высокий холестерин. И они боялись, что не выдержит, ну, короче, вся сосудистая система. Она пропила 4 катриоила подряд. Может, 3 или 4, не буду. Ну, короче, много. И у нее нормализовался холестерин. Ей сделали операцию на сердце. Она сейчас бегает, как энерджайзер. И вторая история. У женщины было верхнее давление 110-115. Ну, то есть, как бы, по верхнему гипотоник. А нижнее давление 90-85-90. То есть, вот о чем говорил Дмитрий, у него была, ну, вот такая маленькая разница. И по самочувствию она никак не чувствовала. Ну, ей так говорили врачи иногда. Ну, хотя и к врачам это тоже партнер. Она особо не ходила, но понимала, что какие-то звоночки есть. И наши врачи Гларионовские говорили, подумай по почкам, поработай с почками. Так вот, она попила кордомеги после своего генетического теста. Просила просто не говорить, кто это. И у нее нормализовалось нижнее давление. То есть, это к чему говорит? Наши продукты. Они такие мягкие, гибкие. Они, знаете, вот заходят в организм, находят слабое звено. И там наводят порядок. И я считаю, что вот мы, когда с ней проанализировали, что это именно кордомега так сработала, потому что нового в тот момент она ничего так в большом количестве не добавляла. Две кордомеги в день. Спасибо. Спасибо большое. Так, еще история, да? Лиля Гвоздева, еще история у нас о наших любимых продуктах. Здравствуйте. Я хотела бы поделиться своим собственным результатом, зная свою проблему и зная свою наследственность. Началась у нас жара в Новосибирске. И я очень плохо переношу жару, но при этом надо работать, иметь, как говорится, светлые мозги. Поэтому мне прекрасно помогал Брейтон и Формула К. Утром я выпивала по две капсулы Брейтона и две капсулы Формулы К. Сегодня я заглянула в баночку, видимо, где-то немножко дозировку это самонарушила. То есть Брейтон я также сегодня приняла две капсулы, а Формула К – одну. Где-то надо было, видимо, помочь и по три принимала. Результаты очень хорошие, потому как нагрузки всегда без того на работу сходить, это уже большая работа. А когда начинаются отпуска, сотрудники уходят в отпуск. У меня было совмещение, так скажем, обязанностей. И мне девочки, которые значительно младше меня по возрасту, говорят, Лилия Анатольевна, вы как на метле носитесь и все успеваете. Говорю, да, успешные люди всегда успевают. Поэтому успевайте все делать, несмотря ни на что, ни на жару, ни на настроение. Настроение поднимаем эфирными маслами. Свой ресурс пополняем с помощью наших БАД. Всем прекрасного дня. Спасибо, спасибо большое. Ну, если будут еще истории, поднимайте руки. Да, вижу, Татьяна подняла. Ага, принять запрос. Татьяна Крапейникова дал слово вам. Алло, алло. Пока не слышно. Слышно или нет? Вот сейчас слышно, говорите. Ага. Вы знаете, у меня, я не знаю, от каких пищевых добавок, потому что я их пила не две, не три, а у меня их в активе большое количество. Но это лето первое, когда я не мучаюсь от жары. Я уже не буду говорить о всех остальных пользах, потому что Глориан я доверяю. И у меня большие исправления, вот, и снято много очень симптомов по здоровью. Но потрясающе, что в этом году я спокойно гуляла и при температуре 35 и 36 градусов. И вот сколько я гуляю, у нас уже жарких дней достаточно много было. Раньше я просто сидела дома в тени. Так что я думаю, что Глориан работает очень хорошо. Хорошо. Это моя позиция, поэтому я продолжаю пить Глориан. Да, спасибо, спасибо большое. Знаю, что результат у Татьяны хороший по коктейлю, вот мы говорили, да, в самом начале, по метаболайну, ну и так далее. Спасибо за вашу историю. Мы переходим к еще одной важной теме защиты сердечно-сосудистой системы, которая присутствует в холдинге Глориан. И мы опять же говорим об этом в нашем комплексном подходе. То есть мы разобрались с нашими трубами, с нашим сосудистым руслом, с нашим мотором, с нашим насосом. Вот, но тем не менее, все равно в случае серьезных каких-то у людей проблем, если возникает неожиданно подкрадывается та или иная сердечно-сосудистая травма, как мы говорим, да, будь то инсульт, будь то, например, инфаркт. Вот, требует большого лечения, больших затрат. Это, конечно, для семьи всегда очень большое-большое испытание. И зачастую это бывает очень внезапно. Вот, ну, по крайней мере, я очень много случаев знаю среди мужчин, да, когда вроде ничего не предвещало беду, бах, а человека не стало. И вот говорят, если мы опять же, возвращаясь к этому слайду, к диаметру, к радиусу, то до 60-70% сужения человек может даже не ощущать. То есть у него сосуды сузились, там просвет составляет 20-30%, а он еще может даже не ощущать, что у него там надвигается беда. Друзья, есть у холдинга Глори, он надежный партнер, называется ППФ, страхование жизни. И в этой компании, с которой мы сотрудничаем с 2010 года, есть два прекрасных полиса накопительного страхования жизни, который называется Премиум и Солнышко, в которые входят не только программы накопления и защиты, да, но и защиты от смертельно опасных заболеваний. Там их 27 для взрослых людей от 18 и до 65 лет. Обратите внимание, до 65 лет идет защита. А мы знаем, как помолодела вся сердечно-сосудистая патология, там и в 40, и в 50, и так далее. Вот, и у девушек после наступления интересного периода, после 50, у некоторых и раньше. Так вот, в случае чрезвычайной ситуации со здоровьем, страхование накопительное может стать, конечно, финансовой такой поддержкой заболевшему и его семье. Вот, выключить звук сейчас, ага, тут у нас идет помеха. Итак, друзья, смотрите, смертельно опасные заболевания входят в этот перечень, и как только первый прозвучал диагноз, поставили, сразу это является страховым случаем, и сразу, значит, после предоставления документов всех в течение 14 дней, до 14 дней идет выплата, и очень хорошая выплата. И вот недавно прошла в Москве в центральном офисе нашего партнера ППС страхования жизни такая отчетная конференция, они каждый год подводят итоги, и очень хорошие показатели они показали по итогам, значит, 22-го года. Но что касается нашей темы, смотрите, значит, было выплачено 12,3 миллиона рублей с начала года, в 2022 году, именно по болезням сердечно-сосудистой системы. То есть вообще выплаты компании входят в тройку ведущих страховых компаний на российском рынке. И вот самая крупная выплата была, самая крупная выплата, 1 миллион рублей компенсация, которую выплатили клиентки из Ульяновска по острому инфаркту миокарда. Ну и смотрите, за 1 миллион рублей можно и медикаментозно, и операции, и БАДы, и курортно-профилактическое лечение. Как правило, это санатории в Сосновом Бару, то есть вот раньше это была Сосновка, Речкуновка такие, сердечно-сосудистые. Мишалкино, вы знаете, у нас клиника Мишалкино находится в Академгородку именно в Сосновом Бару. То есть это действительно хорошая поддержка, когда и семья, и сам больной в первую очередь могут воспользоваться этими деньгами и поддержать себя, восстановить и дальше жить, поддерживая, опять же, биологически активными добавками. Друзья, значит, подводим такой короткий итог, как сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Следим, значит, с помощью тестов, с помощью диагностики за давлением. Сегодня вот прибор здесь присутствует, сейчас можно замерить давление. Следим за холестерином, сдаем какие-то определенные анализы, за кровью сдаем. Соответственно, отказываемся от вредных привычек. Вот я 20 лет курил, уже более 20 лет не курю. С 6-7 класса начал курить, но в 35 лет бросил эту вредную привычку. И всем советую, но у нас здесь нет вроде курильщиков. Дальше, привести вес в норму. Мы с вами, будь в форме, входим в проекты, все, значит, занимаемся весом. Значит, обеспечиваем здоровое питание и обязательный прием БАД. Ставим это на основу постоянную. Уделяем внимание физическим нагрузкам активного образа жизни. Достаточное количество воды пьем, употребляем. Умеем своевременно снимать напряжение, расслабиться, сходить на танцы, сходить на йогу, в лес, птичек, соловьев послушать, ягоду пособирать, цветам радоваться, уметь. Можно иногда и 30 грамм коньяка принять. Но это я так, не для записи. Ну, расслабляет, кстати, это коньяк очень много-много предотвратил сердечно-сосудистых вот таких аварий, но 30 грамм при высоком и при низком давлении. Это мне очень врачи говорили. Ну и, конечно же, оформить полис накопительного страхования жизни, чтобы спать спокойно, жить спокойно, радоваться жизни до 130 лет. Я еще хотел показать, как можно измерить артериальное давление. Здесь у нас очень много, есть разных способов. И вот сейчас я покажу. Но прежде чем закончить и перейти к свободному микрофону, я хочу раз акцентировать внимание на активном лете. Предложение июня месяца. Вот здесь в историях прозвучали истории про эфирные масла. Конечно же, нам нужно и лицо, и тело держать в тонусе, увлажнять, освежать. Есть набор акватерапия для нашей кожи, вашей кожи. Смотрите, косметический набор. Есть эмоциональные наши помощники эфиры. Иланг-иланг, который не только привлечет противоположный пол, как афродизиак, но и отрегулирует давление, как положено. Ну и, конечно же, мята – это помощница номер один. Это мы с вами можем услышать на наших следующих встречах по эфирным маслам, по средам, по субботам. Пожалуйста, выходите на наши эфиры и выходите на наши аромаклубы. Председатель приехал и заодно повернулся. Здесь уже находится. Поэтому приходите, следите за нашими анонсами. Ну и, конечно же, наша сегодняшняя программа – хит с кардомегой, с гортексом и с чай-гипносом. Со скидкой берите выгодной – более 20%. Ну а теперь маленькое видео. Как можно замерить давление, если у вас вдруг нет аппарата под рукой. Вот наш знаменитый… Видели такое видео? Гуляют по интернете. Дельвянная линейка, шерстяная… Сейчас. Дельвянная линейка, шерстяная нитка и золотое кольцо. Вот этот нехитрый набор позволяет сотворить настоящее чудо – узнать кровяное давление человека. Кладем линейку на внутреннюю часть левой руки. Берем колечко на ниточке и аккуратненько ведем его вдоль руки от локтя до запястья. Внимательно смотрим. Есть 12 сантиметров, значит, 120. Идем дальше. Есть 7 сантиметров, значит, 70. 120 на 70, как у космонавта. Загадку явления не могли объяснить ни ученые, ни врачи. Чуждые только. Но когда данные линейки и колечко сравнивали с показаниями медицинского прибора… 120 на 70. Чудеса да и только. Большое спасибо. Да, чудеса я выключил голову на микрофон и продолжаю разговаривать. Чудеса да и только. Заканчиваем на позитивной ноте. У нас в городе Новосибирске праздник, поэтому по окончанию записи включу праздничную песню. Ну а сейчас два слова напомнить о нашем первом слайде. Значит, теорию движения труб своих, суставного своего русла вспоминайте. И если у ваших друзей, у ваших родных и близких начинает схакать давление, не торопитесь быстренько бежать в аптеку за какой-либо таблеткой номер 6 или 8. Вот. Попытайтесь разобраться, в чем причина. Мы сегодня рассмотрели 7 причин и, наверное, 77 различных компонентов трав, растений и прочих природных ингредиентов, которые нам помогают. И в нашем ассортименте, так, сейчас я, ладно, вот так вытнесу, в нашем ассортименте появилась новая, буквально позавчера, новая, новых два уникальных продукта, про которые я просто не имею права не сказать. Друзья, значит, смотрите, в этой линейке уже знаменитый нейродетокс и гранатофемин, которые были, мы с вами проговорили, особенно про нейродетокс сегодня много. Итак, появилось два шикарных продукта. Для мужчин, в первую очередь, тайгер детокс, тайгертон, тайгертон. И для всех, для иммунитета чага нигелла. И вот такой момент, что такие уникальные растительные компоненты входят в одну капсулу. Например, рассмотрим тайгер детокс. Вот мы употребляем давно, например, вот я принес из своего ассортимента там тыквенное масло, там по чайной ложке в кашу, в салаты добавляем. Очень вкусное, но не все любят это масло, к примеру. Дальше, здесь в тайгер детоне есть красный корень. Где найти красный корень? Не у всех бывает красный корень. Про масло сурепки я вообще не слышал. Соответственно, принимая только вот это масло, мы не можем получить всего того, что заложено в принцип синергизма вот в этом продукте. Дальше, я хотел привести про чага нигелла. Про чагу очень многие слышали, про масло черного тмина, про кедровое масло. Очень много есть рецептов. Но в нашем ассортименте, вот в моем, там чага есть такая, к примеру. Есть чага с пихтой, там экстракт. Есть черный тмин, вот я последнее время из Турции брал, значит, турецкий такой. Горький, его очень многие пить вообще не могут. Соответственно, как это все пить, в какой последовательности, как есть занятому деловому человеку. Друзья, появилась чага нигелла. Уникальный, я считаю, продукт, который нужно всем для борьбы с грибами, паразитами, вирусами, для поднятия иммунитета, для профилактики. Онкология, онкология. Ну, на позитивной ноте заканчиваем. Еще раз спасибо всем за внимание. Спасибо, что все рассказали такие замечательные истории. Будьте здоровы, будьте всегда в форме, будьте на позитиве. Так, выключаем запись.